Здравствуйте, на канале ИТОН-ТВ программа «Тема дня». Сегодня я, Михаил Горин, мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Да, привет вам. Приветствую вас из Киева. Спасибо. Здравствуйте. Да, вот в центре внимания украинской, да и не только прессы, большая статья журналиста Саймона Шустера в американском издании «Тайм». В ней рассказывается об отношениях Украины с союзниками и, как выражается Саймон Шустер, от усталости от войны в мире, вообще тяжелой ситуации на фронте и коррупционных скандалах в Украине. Статья построена, в том числе, на интервью, которое Шустер брал у президента Зеленского, и Шустер пишет, что Зеленский во время своих визитов за границу сейчас ощущает, по его словам, что интерес к войне в мире ослаб. И также уровень международной поддержки ослаб. И вот один из собеседников Шустера заявил ему на условиях анонимности, причем он из офиса президента, этот собеседник, что Зеленский прежде всего чувствует, будто западные союзники его предали. Они не дают ему средств для победы в войне, только для выживания. Я не буду пересказывать, это очень большая публикация, но суть, в общем-то, я, как бы, думаю, отобрал правильную. Скажите, пожалуйста, вот то, что пишет Шустер, насколько это, по-вашему, отражает реальность? Саймон Шустер хорошо знает Украину, он давно работает в Украине, на постсоветском пространстве. Я лично с ним знаком, лет 10 назад тоже ему давал, правда, небольшое интервью. Так что он, как говорится, в теме. И недооценивать информацию, которая есть в этой статье в журнале «Таймс» Саймона Шустерова, я бы не стал. А вывод тут следующий. Первое. По поводу того, что надо все-таки как-то финализировать войну. И возникает вопрос все-таки, кто тут больше виноват или кто больше несет ответственности. Но вот не случайно вы же говорили в своей подводке о том, что Зеленский по словам или по мысли Саймона Шустера считает, что Запад его предал. Но в то же время в этой статье и в ряде других публикаций, которые вышли сегодня, например, в испанской газете очень известной и авторитетной «Аль Паис», а также в колонке одного из членов Атлантического совета в издании «Бизнес инсайдер» примерно содержатся следующие вещи. Что и Украина не все сделала для того, чтобы использовать предоставленные Западом, прежде всего Соединенные Штаты Америки, возможности для того, чтобы обеспечить серьезный результат на фронте. И главным здесь препятствием выступает даже не столько, скажем так, ситуация военно-оперативная, сколько проблема или извечная проблема Украины, скажем так, или серьезная, постоянная проблема Украины – это коррупция. Поэтому главная претензия вот с этой точки зрения, вот в этой части, тезиса или основных тезисов – это то, что Украина и команда Зеленского не победила коррупцию. И коррупция во многом способствовала тому, что, ну, во-первых, неправильно использовалась финансовая и военная помощь, а во-вторых, это проблема мотивации военных действий и непосредственных участников военных действий. Но не случайно же статья заканчивается, или один из таких серьезных сюжетов статьи заканчивается тем, что, как заявил, как пишет Саймон Шустер, один из ближайших помощников Зеленского, что некоторые продолжают воровать, как будто это последний, ну, скажем так, день. Последний день. Значит, тут намек достаточно прозрачен. Это такой толстый намек и на серьезные обстоятельства, что команда Зеленского, или Зеленскому, вместо того, чтобы там винить или с подозрением относиться к Западу, и тем более, скажем, выражать свое недовольство публично, следовало бы все-таки обратить внимание на тыл, внутренний политический тыл, или институциональный тыл Украины для того, чтобы вот эти все коррупционные помехи не мешали общему делу победы. Это первая часть. Она как бы на поверхности лежит. А вторая, мне кажется, заключается в следующем, что Украине и Зеленскому нужно как-то финализировать войну. И не исключается в этой статье, и вот в Аль-Паис, не исключается даже в Заморозках, так, по линии, нынешней линии фронта. Не случайно же там приводится мнение одного из генералов, который сказал, что, а чем боевать? Артиллерии нет, солдат нет, снарядов нет. Значит, в бизнес-эсандере ссылаются на мнение одного из военнослужащих и прямо пишут, а что такое победа, в чем она заключается. Значит, примерно рекомендации, что, может быть, пора подумать о серьезной реалистичной дипломатии, о Заморозке конфликта, с тем, чтобы закончить эту войну горячую. Но главное, второе, и начать вторую войну, холодную войну уже по линии Запад. И прежде всего, вот то, что Байден и Урсула Дерляйен, Байден из Овального комитета, а Урсула Дерляйен из Брюсселя, из Европейской комиссии заявили, против новая СИЗЛА. Иран, Россия, КНДР, ну и там кто-то Китай может сказать, кто-то, как американцы сегодня, как-то аккуратно Китай затрагивают. И тому подобное в связи с событиями на Ближнем Востоке и Израильско-Хамасской войной. Ну, это очень важный момент, потому что вот в этой статье есть литмотив. Украина должна быть членом Запада. Но для этого, для того, чтобы участвовать вот в этой новой, всеобщей политико-идеологической, или, если хотите, военно-политической мобилизации Запада в новой холодной войне по сдерживанию новой СИЗЛА, Украина должна тоже принять вот эти правила игры западные, встраиваться вот в эту новую иерархию. И в какой-то степени ждут от украинского руководства верности, лояльности, преданности Западу, как новому такому политическому цивилизационному феномену, который сегодня сталкивается с многочисленными проблемами. Ну, что там говорить долго, вот Израиль, как страна прозападная, прозападная, столкнулась с такой проблемой, для того, чтобы было усиление Запада, как коллективной воли во главе с Нью-Наштатами Америки. Ну, и последний буквально момент, который касается уже специфики войн в Украине и в Израиле. Надо понимать то, что, может быть, ну не хотели бы, может понимать, но не хотели бы принять сегодня в офисе президента и в команде президента Зеленского. Как бы то ни было, какие бы ни были там события на фронте в Украине, нужно понимать, что проблема Израиля, Ближнего Востока, это вопрос внутренней политики Запада. Внутренней, прежде всего, политики Запада. Конечно же, и внешней, но прежде всего, внутренней политики Запада. В то время, как украинский вопрос или война в Украине, да, она влияет на внутриполитические процессы с ранок Запада, но, тем не менее, не является внутренним вопросом, ну, например, американской политики. Это все-таки вопросы внешней политики Запада. Поэтому, конечно же, и не только потому, что ситуация на Ближнем Востоке вот приобретает, вот, скажем так, такие угрожающие тревожные очертания, так, и все сегодня, ну, скажем так, Запад работает над тем, чтобы не, ну, превратилось это в большой пожар. Так, не только поэтому, а именно и потому, что проблема Израиля, израильской безопасности, еврейского государства и так далее, и так далее, является вопросом во много внутренней политики Запада. Конечно же, внимания к Израилю будет больше, чем к Украине. Соответственно, и военно-политические, и геополитические приоритеты будут смещаться в эту сторону. Так что Украине это надо принять, приготовиться, и, конечно же, сделать соответствующие коррективы своей геополитике, внешней политике и внутренней политике тоже. Вы говорите о финализации войны, как возможном варианте ее продолжения или перевода в холодную. В связи с этим у меня к вам два вопроса. Шустер, если он не ошибается только, пишет в своей статье, что все практически собеседники из Офиса Президента говорили ему, что Зеленского невозможно переубедить по изменению этой политики. Что он считает уверенно сто процентов, что никаких переговорных процессов быть не может, и воевать надо до последнего. И что даже как бы обращаться к нему с другими идеями бессмысленно. Не знаю, насколько это отражает реальную ситуацию, но так пишет Шустер. В связи с этим у меня вам такой вопрос. Я вот видел результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии. Я не видел, правда, сколько человек было опрошено, где и так далее, насколько все это релевантно, но тем не менее, другого нет. Так вот, согласно этому опросу, доверие украинцев к правительству и Раде, украинскому парламенту, за последние полтора года значительно снизилось. Не буду приводить конкретные цифры, они существуют. А вот в отношении президента, да, чуть снизились, но его положение по доверию очень устойчивое и тенденция положительная. В связи с этим у меня к вам вопрос. Вот завтра, допустим, Зеленский изменит свою точку зрения и вот пойдет по пути, как вы говорите, финализации войны. Его поддержат? Вот эти вот цифры, которые приводятся в этом вопросе, свидетельствуют о том, что его авторитет настолько высок, что даже при таком решении его поддержат. Это первая часть, вторая. И второе. Для того, чтобы финализировать войну, нужно мало одного решения Украины. Нужны еще согласия России. Ну, давайте согласие России теперь за скобки возьмем, так? Вот, это отдельная тема. По поводу доверия к Зеленскому. Ну, понимаете, есть, все-таки нет политической конкуренции. Информационная монополия тоже, она может сказываться на оценке, или оценке позитивной, либо другой, тех или иных политиков. Нету реальных, скажем так, дискуссий сегодня о том, как финализировать войну. Вообще об этом дискуссии нет. Все нацелены на победу. По крайней мере, так было до последнего времени. Но, как видим, даже в самой команде президента, внутри, не публично уже, ну, скажем так, выражают сомнения полной, там, или окончательной, или какой-то другой, такой серьезной большой победе. А начинают уже думать о том, как восстановить войну, чтобы вот это стремление к полной победе не привело к ухудшению ситуации на грунте. Так что, уже все-таки больше реализма, как говорится, становится в обществе. А если военная помощь сегодня будет уменьшаться, если она уже сегодня уменьшается, и уменьшается финансовая помощь. Ну, мы же видим проблемы, так. Мы видим, что, например, там, снаряды 155-го калибра, они уходят в Израиль, а не в Украину. А мы видим, что новое руководство палаты представителей, спикер палаты представителей Конгресса США, сегодня, скажем, разделили израильский пакет и в экстренном порядке будут его принимать, а Украину на потом. А еще ищут компенсаторы. Пока для Израиля ищут компенсаторы, так, 14 миллиардов долларов. Чем их восполнить там? А если говорить об украинском финансировании в 60 миллиардов долларов, как это предложил Байден, какие там компенсаторы будут найдены? Поэтому, конечно же, и еще один, если это будет сказываться на фронте, на ситуации на фронте, на событиях на фронте, а там ситуация сложная, в районе Авдеевки, например, так, и там продолжаются упорные бои, упорное сопротивление, но между генералами и политиками сегодня и есть. Но разночтение, что дальше делать? Выводить оттуда гарнизон и группу, которая обороняется для того, чтобы сохранить, либо бороться до конца с риском получить котел очередной. Так, слава богу, и давно не было, но мы же помним, 15-й год, и котел под Дебальцево закончился в Минском-3. Так что сейчас, да, но чем больше будут такого рода статей, чем они больше будут обсуждаться и в Украине, они обсуждаются, даже несмотря на телевизионную монополию власти, где к этому, ну, скажем так, отношения соответствующие, так, стараются по минимуму комментировать такие вещи, то понятно же, что могут произойти существенные изменения, ну, я бы не сказал, существенные, но изменения в общественном мнении, в общественных настроениях относительно того, с тем, как идти в 24-й год, завершать 23-й год, и какой должен быть военно-политический, военно-оперативный, либо военно-дипломатический курс на Украине в 24-м году. Мы с вами в прошлый раз говорили о возможном выдвижении Зеленского на второй срок, если вообще выборы будут, президентские, парламентские или только президентские. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, если это произойдет, а с какой программой, то есть под каким девизом, под каким лозунгом пойдет Зеленский на эти выборы? Независимо от того, будут у него достойные конкуренты или нет, не имеет значения. Само участие в выборах – это некая декларация своих намерений. Ну, вот, судя по рекомендациям, которые где-то зримо, где незримо, не очень-то выявлено, вот в статье Самина Шустера, так, в тайм, то это должна быть программа послевоенных реформ, прежде всего антикоррупционных, тех реформ, которые будут способствовать или смазывать механизм вкаждения, включения Украины вот в новый западный мир, во главе США, в новую иерархию Запада. Но это после войны, а что касается конкретно сейчас, войны? Ну, а до выборов война должна тогда остановиться, потому что выборы в условиях военных действий, это трудно проводить избирательную кампанию. Для этого выборы три месяца. Президентские выборы даются на выборы три месяца президентской кампании официально. Значит, для этого надо где-то уже вот в ноябре, в декабре, в начале декабря отменять, точнее, не продлевать военное положение и принять решение Верховной Рады о проведении президентских выборов. И тогда военное положение отменяется, включается, скажем так, информационная конкуренция, программы и так далее, и так далее, но война останавливается. Понятно, что это выборы уже будут, мы говорили в прошлый раз, выборы Верховного Главнокомандующего, либо выборы уже президента поствоенного времени, реформатора, решения экономических проблем и так далее. Ну, разве можно остановить войну, когда противник продолжает стрелять? Ну, тогда это будет, тогда, если противник будет стрелять, конечно, да. Но тут тоже мы пока не знаем, как будет действовать Россия и что ей надо. Конечно, разного рода пропагандисты, спикеры и так далее могут говорить, что мы будем идти там дальше, до Киева или там даже до Львова. Но, судя по моим, скажем так, наблюдениям, все-таки Россия сейчас заинтересована в том, выровнять линию фронта, забрать Абдеевку, оттеснить украинские войска на какое-то расстояние, чтобы артиллерия Украины не доставала Донецк. Вот почему сегодня битва за Абдеевский укрепрайон. Так, и на этом, на этом, ну, заморозить ситуацию, завершить ее, не знаю, в какой-то форме там, так. Об этом, кстати, говорил, может, потому что это было в Китае, на этом форуме по безопасности. Но министр обороны Шойгу, Российская Федерация, заявил о том, что мы готовы на переговоры. И когда-то мы с вами в одной из наших программ говорили о том, что перед выборами Россия, а у них выборы в середине марта 24-го года, всегда замораживают те или иные конфликты тем или иным каким-то мирным соглашением. Это был Хасавюр, накануне выборов в 96-м году Ельциным. Это была ситуация в 99-м, начало 2000-х годов Путиным, когда вторая чеченская война в Дагестане. Но перед выборами в России тоже никогда военных действий не велось. Почему? Потому что военные действия, любая неожиданность, сюрприз, военно-оперативный сюрприз на линии фронта может привести к проблемам в избирательном процессе. Поэтому я думаю, что и Запад это тоже понимает, и США. Так, Китай. И думаю, об этом будут говорить на встрече в 17-го, по-моему, ноября в Сан-Франциско, на саммите АТЭК, Байден и Си. Я так понимаю, что встреча, что Си, председатель Си дал согласие на приезд в Сан-Франциско, об этом была договоренность между Блинкиным и Иваном И вот на прошлой неделе в Вашингтоне. Так что, думаю, окончательную точку по поводу финализации войны все-таки поставят Байден и Си. И понятно, Си будет влиять на позицию. Я не говорю, что влиять полностью, но все-таки будут согласовывать это с Путиным. Ну, а Байден уже будет в этом направлении работать с Зеленским. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Каратин. Спасибо, Михаил. Всего доброго.